Содержательно нас интересует, какие из переменных, являющихся для нас гипотетическими предикторами, позволяют с достаточно высокой точностью прогнозировать вероятность участия или неучастия европейца в профсоюзах или аналогичных организациях. В исходном виде файл выглядел таким образом. Это предикторы, это целевая переменная, это технические переменные. Среди гипотетических предикторов мы видим как характеристики организации, где работает человек, так и характеристики трудового поведения, некоторые ценности, которые могут иметь отношение к желанию человека вступать или не вступать в профсоюз, социально-демографические характеристики, место жительства, ценности, отношение к другим людям, некоторые физиологические характеристики, типа бессонницы. как я уже рассказывал, категориальные предикторы, они у меня здесь снизу, подверглись дихотомизации, полной дихотомизации, и массив стал выглядеть примерно вот так. Теперь каждая из категорий категориальных предикторов стала самостоятельной дихотомической переменной. Зависимая переменная в исходной базе была с тремя категориями. Для упрощения задачи я рассматриваю только две категории зависимой переменной, а именно yes currently, то есть человек сейчас стоит в профсоюзе, и переменная no, а была раньше еще, точнее и категория no, а была раньше еще категория yes previously, то есть состоял ранее. Вот эту переменную мы и будем моделировать разными методами, опираясь на набор гипотетических предикторов.